Настя, скажи, пожалуйста, о своем появлении в модельном бизнесе. Как так получилось, что ты решила... Не знаю, это сложный вопрос. Модельную школу не заканчивала. Я играла в 11-м классе в театре Неформат. Там начали замечать, приглашать какие-то, ну просто, видимо, из-за того, что яркая, эмоциональная такая, лучезарная, как мне говорили, начали приглашать на съемки. И как бы, ну я соглашалась, потому что мне хотелось чисто фотографий красивых, ну и за спасибо. А потом получается, что начали приглашать более известные бренды, там Марк Кейн, я снималась вот недавно, сотрудничаем с Хелмор Шуз, тоже как бы, и уже начали предлагать за это деньги. Ну и я подумала, что почему бы нет, потому что начала развивать усиленно свой Инстаграм. Не знаю, получается или нет, но я очень стараюсь. И потом я подумала, почему бы не искать модельные кастинги, найти агента, да, который мог бы присылать мне кастинги, на который я могла бы ездить уже непосредственно в Москву. И я просто начала это делать, ездить и начало получаться, но не всегда, потому что это сложная такая штука. Когда-то тебе скажут да, когда-то тебя не заметят, потому что, не потому что ты плохой, а потому что ты можешь не подойти просто по образу, по их представлению, да, они же ищут картинку. Но важно, что я поняла за все вот эти годы, когда я пробовала, надо оставаться самим собой, надо быть естественным. И не нужно никому вот это строгое лицо, губки такие бантиком, это никому не интересно. Интересна твоя индивидуальность. Потому что ошибаются многие именно, и я ошибалась, я пыталась из себя что-то строить, показывать кого-то другого. А потом вот как попала, например, в Адидас, я просто, ну, когда увидела кастинг, что объявлено, там просто было написано, нужна девушка с лучезарной улыбкой, горящими глазами. Я просто поняла, что это я. Ну, правда, вот такое было ощущение, да, это я, я должна там быть. И так как я люблю, обожаю, просто, и всегда ходила в одежде Адидас, я просто думаю, кто, если не я? А если не секрет, с какими брендами тебе уже удалось писать тренички? Ну вот, Хелбер, это как бы хороший Марк Кейн, потом Джорни Джорни Клодис, это, ну, неизвестный бренд, но у них очень качественная одежда, они в Москве отшивают, вот они открыли свой бутик, и тоже я для них снималась. Ну и такие, Инспайр Воронеж снималась для них, и Мэри Трюфель, свадебные платья, тоже рекламировала. Вот, вот, пока что такие, но это, это то, что я помню, да, из ярких таких воспоминаний. Расскажи, именно вот прям поэтапно, как тебе удалось посотрудничать с Адидасом, ты увидела... Да, увидела Кастина, подумала, почему ли не я, точнее, что я там точно должна быть, и отправила, ну, как правило, там нужны фотографии, портрет, полный рост, попросили, всё очень естественно отправить. То есть, вот, здесь и сейчас сфотографироваться, отправить им, потом отправить видео, ну, приветствие, да, видео-визит, где ты должен представиться, рассказать, сколько тебе лет, чем ты занимаешься по жизни. И после я ждала ещё где-то дня четыре, но, честно, уже не надеялась, потому что, ну, ну, как всегда, отправляешь, и потом, ну, ничего не выходит. Но мне ответил кастинг-директор, сказал, что вы в выборке, это, ну, как бы, и отошлите своё видео. Нужно было отослать видео, которое длилось бы 10 секунд, просто поразите нас. Я такая думала, ну, я как раз потом была на отдыхе, и думаю, чем же поразить? Ну, и просто поразила, не знаю, мне потом сказали, поразила тем, что улыбалась на камеру, вела себя естественно. Я записала какое-то видео просто, давайте вместе со мной, я готова к адидасу, готова к съёмкам. И просто танцевала там, делала какие-то упражнения, и говорю, давайте, всё, я к вам, я спешу. И просто поулыбалась, и им это понравилось, потому что, ну, потому что это я, в этом была я, и они как бы это увидели. А им нужно было что-то естественное, и они пригласили уже в Москву, там, например, куда посмотреть на меня лично. И, ну, первый раз у меня так получилось из Воронежа послать просто фотографии и видео и попасть. И это было что-то невероятное, я была счастлива. Ну, смотри, это же, я как понимаю, международный проект. Да, да, получается, ну, как бы, ну, как международный опять, это в России, баннеры со мной висят в России, в Казахстане и на Украине. А где-то за границей нет, баннеров со мной нет, но для первого этапа это, мне кажется, очень, очень хорошо. В трёх странах, по всем торговым центрам, это, ну, успех, я считаю, это успехом. Смотри, ты рекламировала какую-то новую, как, новую форму? Зимнюю коллекцию, да, зимнюю коллекцию. Съёмки проводились 29 августа. Да, было очень жарко, ну, от этого не менее весело, потому что там были пушки. Ну, это вообще масштабный проект был, потому что мы в кадре, в кадре 4 человека, 2 девчонки и 2 парня. И за кадром ещё человек 20, которые строят всю эту работу, которые направляют свет, фотограф, кастинг-директор, все смотрят, как бы, и наблюдают за проектом. То есть, вас отфотографировали тут же, а не смотрят на камере, точнее, на экране, как получилось, и это здорово. Какие требования компания предъявляла к моделям? Ну, рост, да, рост не менее 170 сантиметров, улыбчивая, яркая внешность, без накачанных каких-то губ, скул. Это прям было прописано, ну, потому что им это не надо. Им нужны живые люди, которые просто... Адидас — это же одежда для людей, да, которые будут носить её и радоваться. И вот они тоже, Адидас хочет показать то, что это простые люди, да, красивые, да, ну, для того, чтобы показать картинку красивую, но это для вас, не так. Настя, скажи, пожалуйста, вот после того, как ты попала в выборку, конкуренция была большая среди моделей? Да, получается, где-то из тысяч человек, потом было 40, я так понимаю, но всё это решалось. Уже не на кастинге, я не кастинг проходила в Москве, это решалось уже кастинг-директорами, они по интернету всё это отслеживали. Потом они говорили, что очень много девушек присылало с такими «Здравствуйте, я ничего, Адидас», и это откубило. Ну, как бы вот нам они сказали «Девчонки, а знаете, почему мы вас выбрали?» Но нам было интересно, мы спросили ей, ну, потому что нам интересно это в дальнейшем плане, да, почему нас выбрали, а как себя вести, как себя подавать. И они говорят, а потому что вы искренне, потому что вы показали своё мутро, а не равняйтесь на кого-то. Вот, это самое важное, и самое важное во всех кастингах, куда бы ты ни подавал, просто будь самим собой. Смотри, ты планируешь дальше сотрудничать с Адидасом, у тебя уже есть какие-то планы, направления? Мне бы очень хотелось для летней коллекции там сняться, я надеюсь, что это будет возможно, ничего загадывать не буду, да, потому что, ну, конечно, мне хочется дальше, вот, потому что у нас парень, который с нами снимался, он сначала снялся в летней коллекции для летней, и потом уже для зимней, и говорит, что это возможно. Я ему верю, и хочу дальше, конечно, продвигаться в этом направлении. Ну, там те же самые условия будут, да? Ну, я думаю, что там более масштабный будет проект, потому что там для каталога уже съёмка будет, ну, на сайте у них уже, ну, каталог весь на тебе снимают, это более масштабный процесс. Смотри, а у тебя есть какое-то рекламное агентство, материнка именно, вот, которому ты привязана? Нет, нет, я свободно плавнее сейчас, мне предлагают, вот, после съёмки буквально вот сразу мой инстаграм, всё, взорвали мне директ, потому что, ну, не знаю, видимо, заметили, а я думаю, нет, я вот вам подавала заявку, а вы вот не отвечали. Не отвечали, ну, опять, может, я не подхожу, да? Ну, а теперь, когда для Adidas снилось, ну, ну, ребята. Нет, конечно, мне бы хотелось привязаться к какому-то агентству, потому что шансов тогда попасть на съёмки какие-то масштабные для крупных брендов больше. Но пока что я, я теперь буду выбирать сама, вот так. Я хочу сама теперь посмотреть, углубиться в эту тему, потому что подробно, так, этим вопросом я не занималась. Настя, и последний вопрос. У тебя есть опыт сотрудничества с моделью мирового уровня? Нет, пока такого опыта нет, но я бы очень хотела его получить, и я бы хотела побывать на показе Виктория Сикрет. Ну, это такая, да, может, глупая, как кто-то думает, мечта, но есть одна девушка, которая, ну, она русская, Екатерина Григорьева. Она из глубинки, и она, ну, участвует в показах на Викторию Сикрет и получает очень большие деньги, поэтому я верю во всё. Всё. Я никогда не сдаюсь, вот так. А с какими моделями, если бы Сикрет хотелось бы пройтись по подиуму? Ну, вот с ней точно, да. Ещё, я забыла, честно, но все ангелы Виктории Сикрет, я просто не перечислю вам все имена, но они просто безупречны. Это невероятные девушки, с которыми хочется действительно за ними наблюдать и просто быть на ними похожей. Я поняла тебя. Спасибо тебе большое сейчас за интервью. Спасибо вам. До встречи. Спасибо. Спасибо.